Хей-хоу, мои друзья, я Дима Баш, это Блокспикту Баш, и сегодня у меня новая рубрика, так называемый новый плейлист софт-дроб. Итак, о чем же софт-дроб? Это шоу от фотографов, от меня и от девочки Карина, которая фотографирует только девочек. Мы ищем хорошие стороны, раскрепощаемся, проводим психологический анализ. В это шоу мы будем звать профессиональных, хороших, гениальных фотографов, будем с ними разговаривать, узнавать их истории, и также в конце будет небольшой мастер-класс от профессионала, к которому мы позовем. Я Дмитрий Баш, это Блокспикту Баш, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Это шоу от фотографов софт-дроб, часть первая. И скажи, кого бы ты хотел увидеть в следующем выпуске. Я Дима Баш, это Блокспикту Баш. И сейчас по щелчку пальца мы перенесемся в нашу студию, где будем говорить с нашей приглашенной звездой. Ну что, вы готовы? Один, два, три. Итак, прежде чем представить своих гостей, всем спасибо за то, что нас поддерживаете на Boosty, без вас было бы очень плохо. Ссылки все внизу, те, кого там нет, welcome. Сейчас я хочу представить своего соведущего, прекрасную девушку, ее зовут Карина, девочка, которая фотографирует только девочек. Карина? Карина. Женский фотограф. Женский немножко тяжело, да, звучит, мы тут подумали. Ну, девочек, да, разных возрастов. Скажи, сложно девочек фотографировать? Ну да, мы же девочки. Отлично. То не все, то не пятое, третье, десятое, но мы ищем хорошие стороны, распрощаемся, проводим психологический анализ на съемку. Я думаю, пора представить нашего гостя. Это сделал я или ты? Ты. Давай камень, нужно что-то бумага. Ой, ну ты еще лет не было, давай. Раз, два, три. В общем, я представлю. У нас сегодня гость, это Максим Храбров, клубный фотограф, репортажный фотограф. Вот его фотография, у нас здесь пачка будет лежать, попозже о них поговорим. Макс, привет. Привет. Да, здорово. Как сам? Карина. Все хорошо, спасибо за приглашение. Очень рад быть у вас первым гостем. Первым гостем это будет всегда хорошо. Попробуем. Да, ну что? Посмотрим. Начало положено. Макс, ты давно фотографируешь? Я фотографировать начал в 2013 году, по-моему. Как ты к этому пришел? В фотографии я пришел очень случайно, так как я не творческая личность, по моему представлению. Я по образованию инженер, инженер-механик. Вот, а фотографии увлекся, наверное, как раз в институте был в период, когда у фотоиндустрии была новая волна, новый виток технических новшеств появились и стали доступны зеркальные фотоаппараты профессиональные. То есть они стали доступны не только профессиональным репортажникам, которые снимают политику, спорт или моду, а и обычным ребятам. Вот, и как-то на этой волне, видимо, меня это заинтересовало. Мне стало интересно, а как это, а что это. И вот, и с тех пор как-то увлекся. Ты считаешь себя больше любителем, либо по-моему? Самоучка. Просто самоучка, да. Профессионального фотографа отличают от любителя, что наличие оплаты за его работу. Где деньги, Липовские? Мы пришли за деньгами, Липовские. Ну, если судить по этому, то, наверное, я профессиональный фотограф. Ты думаешь, профессионал-то тот, кто берет деньги? Тому, кому начинают за это платить. Тебе много платят? По-разному, в зависимости от уровня мероприятия, от масштаба мероприятия. Средний чек? От 5000 рублей начинается. Это за сколько времени? Репортажная съемка продолжительностью 2-3 часа, наверное. А какие жанры съемки ты снимаешь у нас? Я снимаю преимущественно репортажи, и это преимущественно ночные клубные репортажи, либо ночные большие ивенты, музыкальные фестивали, концерты, презентации, ивенты. Свадьба. Почему не свадьба? Я не слышу свадьбу. Там же жирно, но выходит по ценнику. Вадебная фотография в плане заработка очень хорошая, но мне кажется, это более творческий жанр съемки, потому что ты отдаешь людям кадры и снимаешь им на всю жизнь, и это самый важный день в году, и там все должно быть по минутам рассчитано. Там люди готовятся за полгода, за год ко всему, и там нету места случайности. Да, потому что репортажников на свадьбе на самом деле хороших мало, а ты у нас репортажник от блога, и почему не брать? Ну, в смысле, я знаю, что тебя мало довольно-таки, да, свадебных заказов, но или ты не позиционируешь их прямо вот в открытую? Да, беру свадьбу очень мало, очень точечно, и вот... Ответственно, да? Да, пока я, наверное, учусь в этом плане. Я иду к художественной постановочной съемке. В конце выпуска у нас будет небольшой мастер-класс, где Макс покажет свои умения на приглашенность новой модели. Так, слушай, Макс, у тебя были какие-то интересные истории, связанные с репортажкой? Ну, то есть тебя позвали, а там никого нет? Бывает и такое, всякое разное, за сколько получается, наверное, 6-7 год я снимаю, очень много всего происходило. Бывает такое, что организаторы готовят мероприятия, и что-то идет не по плану, например, и люди не доходят. И бывает такое, что, да, на мероприятии критически малое количество людей, и тогда приходится работать с двойным упорством, с двойной силой, выкладкой. Тебе нужно из маленького количества людей в большом помещении показать, что мероприятие удалось, было интересно, было весело. Люди были радостны, и их было много. Как ты это сделаешь? Ну, есть в этом свои фишечки, приемы. Пример? Ну, например, всегда нужно разбавлять планы и чередовать планы в процессе съемки и на протяжении всей съемки. То есть репортаж выстраивается по некоторым канонам, например, есть общие планы, есть планы показать место, где все происходит здесь, есть средние планы, которые показывают общую атмосферу и людей, количество их, и есть крупные планы непосредственно. Это артисты, если выступающий концерт, диджей, а также интересные и яркие личности и люди. То есть при маленьком количестве людей нужно постараться снять максимально всех и максимально интересно это попробовать показать. А ты никогда в фотошопе, когда делаешь отчет, не делаешь, Ctrl-C, Ctrl-V, не добавляли людей? Нет, людей не добавлял. Но бывает, я обрезаю людей. Бывает на обработке и последующей летуши я что-то добавляю людям или убираю какие-то нюансы. Не совсем удачное помещение по свету, где, может быть, мало источников света и очень темно. Вижу картинку по-другому. Но в итоге ожидания организаторов и их картинка должна совпасть с итогом, который я отдаю и показываю им. Работаем, приходится колдовать, да? Ты же фотограф. Я демок ваш, это был эксперт ваш. Паш, паш, паш. Что ты обычно используешь, что за бакодование? Так, ну, начинал снимать я на полнокадровый Canon 6D и объектив 50 миллиметров Canon 1.8, самый бюджетный, пластиковый, самый простой, но очень надежный и резкий. За счет своей простоты, в принципе, можно, наверное, 70% отснять на один объектив. И в целом, если начинаете фотографировать, увлекаться фотографией свой творческий путь, то я придерживаюсь таких канонов, как и все советуют. Нужно начинать с фикс-объектива, с фиксированным фокусным расстоянием для того, чтобы ты сам научился чувствовать кадр и сам мог регулировать охват сцены и широту кадра своими ногами, руками и остальными частями тела при необходимости. То есть ты должен уметь подходить, отходить, приседать, подниматься и так далее взаимодействовать, а далее уже переходить на зум-объективы, широкие углы и так далее. Смотри, здесь много фотографий твоих лежит. Вот, например, ты фотографируешь в толпе. Вот фотка такая. Вот тебе не страшно заходить среди толпы с оборудованием, стоимостью десятки тысяч рублей? Конечно, страшно. В целом, когда ты оказываешься на большом ивенте мероприятий, например, это музыкальный фестиваль, подобный как World of Drum and Bass, Дроп the Bass фестивали. В фестивале Time of Night это, как правило, один, два, три танцпола больших. Это количество людей от тысячи людей до двух тысяч. Масштаб мероприятия и протяженностью всей ночи. И в течение ночи люди отдыхают, выпивают. Со всех сторон гремит музыка. Люди, в принципе, тебя не замечают, как правило. То есть ты один в толпе, работаешь. Ты тот, кто максимально сосредоточен и должен не обращать внимание на всю ту динамику и все то действие, что происходит вокруг тебя. Но при этом, так как я парень и довольно высокого роста, я себя довольно уверенно чувствую. Но бывают всякие казусы подобные того, что люди танцуют, выкидывая руки в разные стороны, ноги в разные стороны и может прилететь локтем и по фотоаппарату, и по самому фотографу. Да, бывает, бывает. Но, как правило, люди это делают не специально и тут же, понимая это, извиняются. Но всегда нужно быть готовым, что с какой-нибудь стороны может что-то прилететь. Соответственно, приходится изощряться и снимать на одной вытянутой руке, с перевернутой рукой, с перевернутым фотоаппаратом, стоя где-то на одной ноге и держаться за монтажную ферму оборудования, либо куда-то залезть повыше, или стоять на колонке, которая шатается, например, или под тобой может шататься пол, или диджейский стол рядом ходуном ходить. И постоянно нужно учитывать условия, меняющиеся условия вокруг тебя. И касательно техники, объектив желательно с блендой, потому что она, во-первых, убирает ненужные световые артефакты, также обрезает посторонние ненужные лучи, которые тебе не нужны, и ты ловишь картинку, которая перед тобой, или в которую ты видишь, смотришь, и с тем светом, который тебе нужен. И второй момент, она как-никак защищает объектив от случайных попаданий рук, ног, напитков, голов и всего остального. То есть, на данный момент со временем я перешел на беззеркальную камеру, это вот совсем недавно, весной этого года, и пока что осваиваю ее. По моему мнению, беззеркальная серия фотоаппаратов более нежные, и, наверное, они к агрессивным условиям, таким как фестивали, либо, может быть, мероприятия на открытом воздухе, как я снимал однажды гонку героев, это был песчаный полигон в 30-ти градусную жару, и эти камеры более чувствительны к таким условиям. В этом плане зеркальные фотоаппараты, которые сделаны потяжелее, у них магниевые сплавы корпуса, они более уверенно себя чувствуют в этом плане, и ты фотограф, то лучше брать камеру покрепче, потяжелее. Например, если тебе нужно пройти, и человек в танце, порыве в танце, веселье, не понимает, что тебе нужно, можно аккуратненько приложить по голове или по плечу, и тогда человек обратит внимание, подвинется. Касательно ломаного оборудования, да, бывали разные случаи. Бывало такое, что в фестивале моды «Невские берега» у меня воровали объектив в первый день съемки, широкоугольные. Так получилось, что я менял объективы, снимал, перемещался по площадке, и оставив объектив без пересмотра, я вернулся, и вон не оказалось. То есть как раз пришлось выходить из положения, имея в запасе всего лишь пластиковый объектив «Кэнон» бюджетный, и как-то продолжать снимать. Нашел в итоге? Нет, не нашел, кому-то, кому-то в радость, в коллекцию. Так что если ты это смотришь, верни объектив. Да, не воруйте объективы на мероприятиях у фотографов, они очень от этого страдают. Мне друг рассказывал свадьбе на фотографах, у меня было два фотоаппарата, и они пошли в фотографический сад фотографировать, он просто положил на скамейку, пока фотал, фотик увидит. Да, есть и такие случаи. У меня тоже у коллеги была такая история, что она снимала лавстори где-то, по-моему, в Пушкине, в парках, и у нее была под деревом такая точка сбора, где лежал ее рюкзак с оборудованием, и прогулявшись вокруг буквально в поле зрения своего фоторюкзака, она вернулась и обнаружила тоже объектива. Два года назад у нас было мероприятие у дружественной промо-группы ребят, делающие вечеринки Фанкио, и в начале съемки, придя на мероприятие, я по неосмотрительности положил фотоаппарат с объективом и накамерной вспышкой на нем на сабвуфер, и пока звук раскачивал толпу, он раскачал мой фотоаппарат, и в момент, когда я раскладывал свой софтбокс, я увидел, как мой фотоаппарат сползает с сабвуфера и падает на пол, и от него очень успешно отлетает вспышка, оставляя горячий башмак в фотоаппарате, а вспышка оказалась на полу, и, соответственно, дальше вспышку никак не закрепить, и это было в самом начале ночи, в самом начале мероприятия, и это было самой, наверное, большой проверкой на мой профессионализм, снимать репортаж в абсолютно неподготовленном месте с минимальными источниками света и как-то выходить из положения. Понял. Слушай, Карина, у тебя с девочками бывают такие истории? Так сложные съемки какие-нибудь? Слушай, ну, на самом деле, с девочками, ну, с ними всегда непросто, потому что мы, девочки, очень замкнутые, да, еще и в повседневной жизни вокруг это тяжело. У меня больше еще идет психологическая работа перед съемкой с девочками, еще до самой съемки я за сутки, за двое или больше подготавливаю их. Но мне больше интересно, вот я-то общаюсь с девочками, а как у тебя, Макс, происходит общение с твоими моделями, так скажем, назовут, да? С твоими участниками. Да, ну, просто вот, типа, я вот тусуюсь такая на вечеринке. И как идет? Вот эта импровизация какая-то, да, или что? Ну, в целом происходит по-разному бывает, конечно. Когда это большой ивент, и ты один снимающий фотограф, либо вас двое, то люди, где-то в середине ночи, достигнув пика веселья, конечно же, хотели бы на память себе какую-нибудь классную фотографию, ну, или просто, чтобы их друзьями запечатлили. И когда ты находишься в толпе, тебя буквально желающие сами разрывают. То есть тут ничего не нужно делать, а только успевать отбиваться и фотографировать всех желающих, при этом выбирая людей симпатичных, опрятных, которые, в принципе, выглядят прилично. Фотогенично. Прилично, фотогенично. И создают приятную атмосферу мероприятия. А если будет такая история, смотри, девочка красивая, симпатичная, все окей, а рядом с ней чувак пьяный в говно. И он такой, давай фотку мне. Мак скажет, пойдем со мной, чувак. Бывает и такое, конечно же, и бывает, что ребята, компания людей фотографируется молодых, и кто-то из их друзей уже перебрал, либо... Внимание, черный ящик! Разделся по пояс, потому что жарко, и он портит кадр, и, как правило, я либо тактично пытаюсь убрать человека из кадра, либо сделать кадр, чтобы все желающие попали в кадр, а потом интересных людей симпатичных я могу отдельно подойти и сфотографировать отдельными кадрами. Ну, а как ты тактично говоришь? Типа и ты уходи? Нет, как правило, ну, я прошу, как минимум, людей поправить одежду, либо одеть футболку, либо привести в порядок, ну, если это возможно, вот непосредственно. Как правило, тоже нет времени на долгие объяснения и просьбы, потому что вокруг очень громкая музыка, очень много людей, и также много желающих, и там нет времени объяснять, нужно сжать на кнопку. А если девчонка такая, ой, нет, удали, ой, вот это мне тоже не нравится, удали, давай еще одну хочу, красивую. Вот здесь, наверное, садик. Да, она еще такая веселенькая, типа, ой, нет, нет, еще хочу. Здесь тоже, опять же, учитывая динамику мероприятия и того, что все действие вокруг продолжается, и никто тебя ждать не будет, и тебе нужно запечатлеть все действие, это и артистов на сцене, и моменты, когда люди вскидывают руки и так далее, и у меня, наверное, с самого начала заведено правило не показывать того, что я снимаю. То есть я делаю кадры, и когда меня просят показать, что получилось, я, как правило, отказываю, говоря, что все хорошо, опираясь, наверное, на свой опыт, и говорю, что далее в фотоотчете посмотрите на свои фотографии. Я тоже девочке показываю фотографии. Потому что, как правило, я работаю для организаторов, и мне важно в первую очередь отдать картинку, которая устраивает их, а не посетители мероприятия, потому что я не снимаю индивидуальную фотосессию на мероприятии репортажные. Я снимаю репортаж, и здесь остается все на мое усмотрение. Я Дима Баш, тоже фотограф, Карина тоже фотограф. Если что, наши фотографии и ссылки все будут внизу в описании. Слушай, Макс, что самое важное в работе фотографа? Опять же, наверное, нужно отталкиваться, в каком жанре ты снимаешь, но первонаперво важно уметь работать со своей техникой и чувствовать атмосферу и те условия, в которых ты работаешь, для того, чтобы тебе максимально быстро менять настройки, подстраиваться под условия, в которых ты оказываешься, и снимать максимально нужный тебе кадр, который требует минимальной дальнейшей обработки на постпродакшене. Слушай, а у тебя были какие-нибудь интересные каверзные истории, может быть, при съемке? Каверные истории? Не обязательно с репортажки, может быть, с других съемок, в которых ты участвовал? У меня таких было много, когда я начинал заниматься фотографией, в принципе, я не учился этому, у меня было большое желание и была камера, и чтобы начать снимать, я нашел небольшую семейную фотостудию рядом с домом, и у них была открыта вакансия студийного фотографа, и придя к ним, я устроился как стажером, фотографом, и начал снимать все подряд виды съемок. Это семейные фотосессии, лавстори, это какие-то деловые портреты, например съемки своих любимых питомцев, то есть у людей очень много разных жанровых запросов, и бывают разные случаи, связанные с этим. Например, когда приходит большая семья в студию, они берут также с собой домашних животных, и непредусмотрительно не погуляв с ними, животное может испортить обстановку, то есть сделать свои естественные потребности прямо посреди студии и в самом начале съемки, и приходится как-то это убирать, как-то это быстро решать. Либо, например, бывают такие случаи, которые могут, наверное, смутить фотографа или слегка выбить из рабочего ритма, когда тоже приходят большие семьи, то есть это, как правило, три поколения, это пожилые родители, их дети и внуки, и в конце съемки могут подойти дедушка с бабушкой, которые пожилые, и попросить сделать отдельно пару кадров абсолютно ровных, статичных, с перспективой дальнейшего использования на памятник, когда они покинут этот мир. Например, так. Денис, у тебя есть портфолио для памятников? Можно собрать из таких, по-моему, вроде, которые я снял, которые были все довольны. Либо, например, когда приходят молодые мамы со своими маленькими детьми, и учитывая тенденцию, что дети — это цветы жизни, и они абсолютно не хотят участвовать в процессе съемки, и считают, что всю работу должен выполнять фотограф, и в этот момент фотограф превращается в аниматора, смотрящего в нянечку за ребенком, и ребенок может быть абсолютно не готов фотографироваться в фотозонах, в локациях студии, и просто бегать по студии, и когда начинаешь объяснять родителям, что необходима помощь, чтобы смочь отдать результаты, хорошие кадры ребенка, родители просят, например, такие просьбы, что, может, вы поснимаете моего ребенка, как он бегает по фотостудии, думая, что это фотосъемка, или видеосъемка, и приходится объяснять, что это фотосъемка, и у тебя многое зависит от локации, света и выставленного кадра, композиции. Слушай, а есть что-то, что ты никогда снимать не будешь? Ни за какие деньги. Ни за какие деньги. Или тебя можно купить? Ну, в целом, если, опять же, говорить про профессиональную фотосъемку. Ну, про платную съемку, коммерческую. Да, коммерческую съемку. Как правило, если ты коммерческий фотограф, соответственно, ты оказываешь услуги фотосъемки людям, клиентам, и тут зависит от твоей клиента ориентированности и желания заработать. Подожди, скажу тебе, такая ситуация, вот у меня был такой заказ, нужно было бы фотографировать похороны, приехать в крематорий и пофотографировать родственников рядом с гробом. Ты бы согласился на такую съемку? Лично я... Вот лично ты? Да, наверное, да. 20 тысяч рублей? Тут зависит... За полчаса? Ну, вопрос как это... Принципов каких-то? Не принципов, а уместности нахождения фотографов такие... Нет, ну тебе платят, ты же профессионал. Есть у клиента, если есть запрос, и если, в принципе, это с какими-то моими внутренними триггерами не конфликтует, то вполне, да... Так что бы ты никогда не стал фотографировать? Не стал бы, наверное, фотографировать. Я, наверное, сейчас обижу некоторую категорию граждан, которые постоянно борются за свои права и чувствуют себя ущемленными, наверное, я бы отказывал. Два педика решили завести ребенка. Кончили в кружку и отдали сперму своей знакомой, чтобы она забеременела. Через 9 месяцев приходят в роддом, в палате смотрят на младенцев и говорят, смотрите, наш малыш самый славный, совсем не плачет. Блядь. Как там дальше? А медсестра говорит, подождите, сейчас мы у него из жопы соску вытащим. Твощина, ага. Однополым паром и если это... Бракосочетание. А, ты не френдли, типа, значит, фокол. Хорошо, тебе приходит однополая пара. 50 тысяч рублей. Ну... Сто. Наверное, нет, потому что я не совсем понимаю... Девочки. Девочки, мальчики. 200 тысяч. 200 тысяч за час. Тут вопрос того, что насколько я могу чувствовать их в кадре, то есть... Нет. Когда мужчина и женщина, и у тебя молодожены, то в целом все понятно, как ты выстраиваешь роли, от чего ты отталкиваешься, а когда у тебя, например, приходят два молодых парня, и у них... У них любовь. Бракосочетание и любовь. И ты бы не стал бы фотать? Я... За 200 тысяч? Я не смог бы показать, наверное, то их взаимодействие и ту их романтику, которую бы они хотели увидеть, и поэтому, да, наверное, возможно, бы я отказался. То есть... Ну, ладно. Потому что за... Все-таки, опять же, взятые деньги и нужно отдавать качественный результат, я считаю. А ты бы, Карин, стала бы фотать? Я френдли. То есть пофиг, да? Их вот прямо сейчас так и называют френдли фотограф. Меня часто пишут, кстати, по этому поводу. Но благо, попадались только девочки. Отлично. Да, и у меня, наверное, позиция озвучить толерантность. Не того, что я против этого или там брезгую как-то. Просто я не смогу показать то, что хотят люди увидеть в такой момент при таких съемках. И, например, когда две девушки, у них тоже бракосочетание, я не совсем понимаю, как бы, что, да, как с этим работать и что показывать в кадре, на что ставить акцент. А если мастер-класс какой-нибудь посмотришь? Вижу их много. Ну, мастер-класс по России, например, у нас я не сталкивался. Но в целом, листая ленту Инстаграма и западные какие-нибудь аккаунты или фотографов, я встречаю такие съемки, где однополые браки, например. И, ну, люди как-то справляются. Они, наверное, более подготовлены. У них это более в повестке дня. В целом у нас это как-то не развито, не поощряется, осуждается. Ну, с этим сложно. То есть, если целенаправленно к этому стремиться, то, да, конечно, можно научиться, к этому прийти и на этом зарабатывать. Ну, я такой цель пока что себе не ставлю. Отлично. Буквально минут через пять у нас будет мастер-класс, где Макс покажет свои способности с нашей специально приглашенной моделью. А сейчас я хотел бы немножко фото, которые их разобрать. Как это сделано? Сегодня с утречка Я выпил коньячка У тебя, Карина, есть что-то поговорим? Я хочу спросить. Спрашивай. Слушай, ну вот, показать. Может быть, я не знаю. Потом вставить. Да, потом мы больше сделаем. Куда-нибудь вон туда. Вот она, вот, окошко девушка красивая, секси-шмекси. Ты попросил ее так сделать или она сама симпровизировала? Касательно... И вот там еще, я знаю, есть кадры? Давай сначала на одной остановке. Касательно, если это... Да, вот это, да. То есть, в целом, здесь была совместная идея. Это конец мероприятия. Это уже утро. И так получилось, что в клубе, где мы были, это бланк на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. У них большие стеклянные окна выше человеческого роста. То есть, они 2-3 метра высотой. И когда поднимается солнцем, у них вставлены красные стекла. И, соответственно, все помещение озаряется красным светом. И в целом, это и плюс, и минус. Опять же, нужно уметь подстраиваться под условия съемки. И так как всю красноту не убрать, а снимать просто красный кадр не хотелось, то была идея снять силуэт, и девушка встала в проем окна, максимально расставив руки и ноги по сторонам, а я на широкий угол снял кадр, придав высоту и длину ее росту и ногам. И получился такой интересный кадр. Силуэтный, да, на красном контровом свете и описывающий образ человека. Еще одну фотку хотел спросить, здесь не могу ее найти, но я в любом случае потом покажу. Общая фотография после басшипа, когда общая такая, на причале, много-много людей. Как ты их собираешься? Есть такой вид мероприятий, который проходит весной. осенью от промо-группы Time of Night они собирают теплоход, людей и всю ночь мы плаваем и слушаем музыку и развлекаемся. людей музыкой играет. на корабле мы, соответственно, по Неве развлекаемся. И в середине ночи мы причаливаем для высадки, посадки, перекура, скажем так, и некого перерыва технического. И в этот момент максимально количество людей сходит на набережную. И как правило у нас появилась такая традиция делать общую фотографию. И в первые, наверное, кораблики это была некая сложность, потому что это середина ночи, то есть люди максимально расслаблены и максимально на своей волне. У тебя стоянка, у тебя корабль ждет, и нужно максимально всех собрать, опять же, скомпоновать, поставить, выбрать место и как-то организовать. И тут, как правило, я прошу кого-то помогать либо из организаторов, либо из посетителей, чтобы своих знакомых, друзей, всех-всех-всех собрали в кучу. С неким течением времени, когда это стало постоянством, то есть и уже стало традиционным плаванием по Неве, то люди, как правило, ждут как раз середины ночи остановки и сами организовываются на общую фотографию. И тут уже они меня организовывают, чтобы я их быстрее сфотографировал. То есть приручил? Ну, да, и они меня в какой-то степени. А ты за них ответственен? В целом не... Ну, если фотка не получится, они же ждут. Фотография получается всегда. И я снимаю и отдаю как правило то, что мне показывают. Когда перед тобой большое количество людей, невозможно организовать всех. Обязательно кто-то моргнет, начнет поправлять волосы, отвернется или кого-то звать, и он на фотографии оказывается тем персонажем, который не в тему. Но я обычно делаю 3-5 кадров, дабы этого избежать. Но бывает такое, что людей не поймать, и кто-то бывает не совсем уместным. Но что поделать, я все-таки тоже не всесильный, чтобы всех организовать. Да, надо же понимать все-таки, что это не индивидуальная фотосессия. То есть люди не стоят в фотостудии, ждут именно того момента. Тут все весело собрались, сфотографировались и разбежались. То есть бывает такое, что нужно опять же быстро перестроиться, построить технику и снять желательно с первого либо со второго кадра необходимый Тебе И так всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Этот ролик называется Soulbox. Часть первого с нами был Макс, приглашенный фотограф. Спасибо тебе, Макс, что был с нами. Дегрорация. Да, также я Дима Баш, Карина, которая снимает только девочек. Увидимся, думаю, очень-очень скоро. А сейчас мастер-класс. Смотрим, не переключаемся. Леночка, мастер-класс. Для того, чтобы нам получить фризлайт, нам необходимо несколько источников света, желательно цветных. Здесь мы имитируем некое подобие клубной атмосферы, фестивальной. У нас есть светодиодные лампочки, которые по разным цветам светят. И, соответственно, нам потребуется сама непосредственно камера и софтбокс и вспышка. Здесь октабокс диаметр 50 см на ручке вспышка, разведенная радиосинхронизаторами. Соответственно, для того, чтобы получить хороший и качественный фризлайт, мы выставляем на камере максимально длинную выдержку и желательно за пределами одной секунды длиннее. Я возьму 0,3 секунды, соответственно, или, как на зеркальных фотоаппаратах, по второй шторке синхронизацию вспышки. Закроем поплотнее диафрагму. У меня стоит число 7,1 и поднимем ISO на 1600, а также на вспышки я поставлю силу импульса 1,16 для того, чтобы нам осветить модель и избежать попадания цветных артефактов на саму модель и функцию мультиэкспозицию склеивания в самой камере. Ну что, попробуем, поехали. Сейчас будем делать два кадра. Первый кадр у нас будет это портрет скадрированный по пояс, соответственно, поэтому Сюша, посмотри на меня ровненько и чуть-чуть голову налево поворачиваем. Софтбоксом мы засвечиваем лицо, выставляем план общий по пояс и делаем кадр. Немножко шевелим камеру, дабы получить шевеленку и некоторые завитульки цветные и, соответственно, это будет наш первый кадр в нашей дальнейшей склейке кадров. Мы получили вот портрет по пояс с некими цветными рисунками. И второй кадр мы сделаем крупный портрет лица и также настройки камеры остаются такими и постараемся разместить само лицо и портрет модели в свободное место от наших цветных рисунков. Поехали! так попрошу тебя лицо повернуть направо также в этом деле хорошо использовать резкий широкоугольный объектив на данный момент это 16-35 соответственно ставим фокусное расстояние для портрета покрупнее ловим фокус и делаем кадр рисуя рукой дальнейшую картинку смотрим вот какой-то такой у нас получился результат в целом само действие получилось но есть некоторые нюансы у нас цветные линии попадают и перекрывают лицо модели и картинка не до конца художественная можем попробовать еще раз повторяем делаем первый кадр это будет портрет скадрированный по пояс 1 2 3 сделаем чуть меньше движения руками на первый кадр на длинные выдержки дабы оставить пространство для второго кадра и портрета и попросить вот так развернуться да как ко мне и делаем покрупнее соответственно главное тут поймать баланс не перекрутить чтобы цветные артефакты не перекрывали модель или лицо 1 2 3 делаем небольшие движения рукой за счет того что на выдержке все наши статичные лампочки приобретают движение мы получаем вот такой вот кадр и у нас в кадре получается два человека два разнокадровых и разноплановых снимков склеенных непосредственно в камеры и добавлена цветовая гамма от всех источников света которые расположены за моделью и сделаем третий контрольный снимок еще раз потяни руки ко мне вперед вот прямо вытяни и сделаем сразу чуть-чуть пониже не перекрывая лицо сделаем сразу крупный портрет который будет у нас заполнять половину кадра чуть-чуть подбородок повыше и можно улыбнуться раз два три и сейчас будет портрет по пояс который дополнит оставшаяся часть кадра раз два секундочку еще раз два три смотрим и получаем какой-то такой результат далее этот кадр можно докрутить и доработать на постпродакшене в Lightroom или в Photoshop как-нибудь наложить фильтра отредактировать необходимые нам цвета яркость сочность контрастность добавить черного чтобы скрыть все лишнее оставить только лицо и цветные рисунки в кадре что получилось и дальнейший результат у нас выскочит где-нибудь вот здесь и вы увидите это на видео ребят спасибо большое что вы все были с нами оставайтесь с нами на следующем выпуске будет еще еще интересно Максим спасибо тебе большое за секретики который ты там рассказал спасибо вам приглашайте еще был рад всем советую творить и жать на кнопку до упора и я демо паш это блок спик паш паш паш